Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема «Радость ваша будет совершенна!» Прощальная беседа Господа с учениками, часть 7, Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 9 по 16 стихи. В предыдущей части беседы, которая проходила в некоем саду, Господь Иисус Христос сравнил себя с виноградной лозой Отца Небесного с земледельцем-виноградарем, а учеников и своих последователей сравнил с веточками, на которых уже и, собственно, вырастает плод гроздья винограда. И вот сказав об этом, Христос призвал учеников быть единым с Ним. Без Меня, говорит, вы не можете творить ничего, имея в виду жизнь в целом и духовную жизнь в частности. Продолжение этой мысли в 15 главе, 9 стихе. «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, пребудьте в любви Мои». Конечно же, здесь используется греческий глагол «агапао», который указывает на возвышенную духовную любовь. Таким образом, единство учеников с Господом Иисусом Христом необходимо не только потому, что через это можно соделать добрые дела и прославить Отца Небесного. Это единство необходимо еще для того, чтобы стяжать любовь. «Отец возлюбил Сына, и если мы пребываем в Нем, то мы пребываем в Его любви». Десятый стих. «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего, и пребываю в Его любви». Конечно же, хотя здесь используется один и тот же греческий термин «энтоли», который означает в греческом языке «поручение», указание, приказание. Но в религиозном греческом языке, конечно же, заповедь или наставление, заповеди, которые Отец Небесный дает своему Сыну, отличаются от тех заповедей, которые Господь Иисус Христос дает нам, не по содержанию, но потому что заповедь Отца и заповедь Сына, ибо Отец и Сын едины по божественной природе. А вот то, что касается нас, для нас заповедь Божия может быть тягостной, сложной к исполнению, но это только тогда и до тех пор, пока мы не пытаемся и не желаем усвоить учение Господа, не обращаемся в молитве к Небесному Отцу и не стремимся прибыть в любви Господней. А вот это исполнение заповеди и есть пребывание в Его любви. И как Он, исполняя заповедь Отца, а именно то, что Отец послал Сына в мир, дабы спасти мир, так и мы с вами, исполняя заповедь Господа Иисуса Христа, пребываем и в Его, и в Отчей любви. Одиннадцатый стих. «Се сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Греческое слово «хара» означает радость, ликование, некое очень светлое торжественное чувство. И вот Господь, который говорит ученикам о том, что вскоре Ему предстоят крестные страдания, тем не менее указывает, что результатом восхождения Его на крест будет великая радость учеников. Радость, которая является Его радостью, то есть радостью Сына Божия. Но эта радость будет настолько замечательной, великой, что Он называет ее радостью исполненной или совершенной. Двенадцатый стих. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Господь уже прежде говорил об этом ранее в этой же беседе с учениками. Но в данной части беседы Он объясняет, что значит, что Он возлюбил учеников, как Он возлюбил нас. Тринадцатый стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». И вот здесь Господь говорит о том, что Он полагает свою душу, потому что это есть высочайшее проявление любви. Конечно же, сейчас Он говорит ученикам о том, что полагает свою душу, поскольку они являются Его друзьями. Но в другом месте, когда мы читаем святого апостола Павла, послание к римлянам, апостол Павел пишет. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Нет ли противоречия в том, что Господь говорит «я полагаю душу свою за друзей», а апостол Павел говорит, что Он положил душу свою за грешников? В этом нет противоречия. Во-первых, ученики Христовы также были подвержены греховности человеческого рода, как и другие люди. Хотя, видимо, благодаря общению со Господом, эта греховность и не проявлялась у них в такой большой степени, как проявляется у отдельных людей, которые особо согрешают. Но при этом, конечно же, следует указать на то, что Господь спасает всех. Он за всех отдает свою душу. И это-то удивительно. Ибо за благодетеля мало кто отдает свою душу, а здесь за грешников. С другой стороны, следует помнить, что апостолы следовали за Господом и Иисусом Христом. Они составляли особую малую общину вместе с Ним. И поэтому, безусловно, Он, когда называет их друзьями, имеет в виду и вот это. То есть Он полагает свою душу за всех, за весь мир, за грешников, но полагает душу из-за учеников, которые Ему настолько близки, что Он их теперь уже называет друзьями. И вот эту идею, эту мысль о том, что они для Него друзья, Он развивает в следующих стихах. 14 стих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Стоит греческое слово филос, именно друг, производное от глагола филео, дружить. Вы, мои друзья, но если будете творить то, что я заповедую вам. Итак, вот в чем заключается это особое отношение дружбы со Господом, со стороны учеников, что они исполняют Его заповедь. Также и каждый из нас, если исполняет заповедь Божью, тем самым приближается к Нему и в какой-то момент может быть удостоен того же самого возгласа, что ты мой друг. 15 стих. «О же, не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего». Господь Иисус Христос указывает, когда раб служит какому-то господину, то раб является всего лишь орудием, инструментом. Господин, как правило, не посвящает раба в свои замыслы, в свои планы, в свою жизнь на глубинном уровне. Но Господь Иисус Христос, раскрывая им самого себя, раскрыл и то, для чего он воплотился, и то, для чего он восходит на крест, и также раскрыл, как велико будет единение Его с учениками, и что оно даст. Поэтому он открыл им все необходимое, чтобы они знали Его замысел, и Его путь. Поэтому уже нельзя назвать их рабами, они не инструмент. Их он может назвать друзьями. Но давайте зададимся таким вопросом. Если Господь называет друзьями учеников и апостолов, а мы, верующие, являемся их последовательными, то и мы тоже хотели бы, чтобы и в наш адрес прозвучало такое же наименование «Друг Божий». Однако почему же в церкви, когда мы приходим, на записочках мы пишем «О здравии рабов Божих таких-то» или «О упокоении рабов Божих таких-то». Почему же, если сам Господь называет учеников друзьями, мы вдруг в церкви используем термин «раб»? И вот здесь как раз указание на то, как мудра наша церковная жизнь. Потому что, став верующим, человек не сразу становится тем, кто близок к Богу. Подвижники различали три степени христианского делания. Раб, наемник и сын. И, конечно же, раб это тот, который боится. Раб это еще не наученный, не просвещенный, делающий первые шаги. Да, это хорошо иметь страх Божий, ибо начало премудрости страх Господень. Это была отправная точка в монашеском делании в древности. Следующий этап, когда человек трудится для того, чтобы Бог ему помогал, и видит эту помощь, ну это, конечно, сходно с состоянием наемника. И третий этап, это именно состояние сына или друга, когда человек угождает Богу не потому, что боится, не потому, что хочет от Бога чего-то получить, а когда само общение, единение с Богом является той радостью, о которой прежде говорил Господь Иисус Христос. Если мы задаемся вопросом, а как воспринимали понятие дружбы в древнем мире, конечно же, имеет смысл обратиться к тому философу, который жив в первом веке, и который, по сути дела, во многом систематизировал этот вопрос учения о дружбе, выразил то понятие и представление, которое широко было распространено среди римлян и жителей той эпохи в Римской империи. Это Сенека. В своих нравственных письмах к Луцилию в девятом письме он как раз обсуждает вопрос дружбы. Пространная цитата из этого философа, которая позволяет нам понять контекст евангельских событий. Ты спросишь, как можно быстро приобрести чью-нибудь дружбу? Гекатон говорит, «Я укажу приворотное средство без всяких снадобий, без трав, без заклинаний знахарки. Если хочешь, чтобы тебя любили, люби». Пусть мудрому никто, кроме него самого, не нужен. Он все-таки желает иметь друга хотя бы ради деятельной дружбы, чтобы не оставалась праздной столь великая добродетель. И не ради того, чтобы, как говорит Эпикур в том же письме, было кому ухаживать за ним в болезни, помогать в оковах или в нужде, но чтобы самому было за кем ухаживать в болезни, кого вызволять из-под вражеской стражи. Плохи мысли того, кто подружился, видя лишь себя самого. Как он начал, так и кончит. Кто завел друга, чтобы тот выручал из цепей, тот покинет его, едва загремят оковы. Таковы дружеские союзы, которые народ называет временными. С кем мы сошлись ради полезы, мил нам, лишь покуда полезен. Вот почему вокруг того, чьи дела процветают, толпа друзей, а вокруг потерпевшее крушение – пустыня. Друзья бегут оттуда, где испытывается дружба. Вот почему видим мы так много постыдных примеров, когда одни из страха бросают друзей, другие из страха предают их. Каково начало, таков конец, иначе и быть не может. Кто подружился ради выгоды, тому будет дорога награда за измену дружбе, коль скоро и в ней было дорого ему что-нибудь, кроме нее самой. Для чего приобретаю я друга? Чтобы было за кого умереть, за кем пойти в изгнание, за чью жизнь бороться и отдать жизнь. А дружба, о которой ты пишешь, та, что заключается ради корысти, и смотрит, что можно выгадать, это не дружба, а сделка. Конец цитаты. И мы с вами с удивлением обнаруживаем для себя, что высокое представление о дружбе, которое дает ученикам Господь Иисус Христос на собственном примере, вообще говоря, соответствовало духовным запросам той эпохи. было ясно, что не должна быть дружба как сделка. Было ясно, что дружба должна быть как любовь к самопожертвованию. И вот именно о такой дружбе Господь Иисус Христос и говорит своим ученикам. Нет больше той любви, как если кто душу положит за своих друзей. Однако, чтобы они не подумали, что и они могут положить душу за него, ибо это невозможно, он чистый может искупить нечистых, но не наоборот, в следующем стихе Господь разъясняет. 16 стих. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. И тогда я называю вас друзьями, ибо я открыл вам свои собственные замыслы, цели и намерения. Я кладу за вас свою душу, за вас и за всех своих последователей, но именно вас я избрал. Именно вы мои избранники, и поэтому вы мои посланцы. Я вас посылаю, чтобы вы творили и делали добрые дела. И опять же указывает, что принести плод можно тогда и только тогда, когда обращаемся в молитве к Небесному Отцу. Потому что без молитвы, как и без пребывания в учении Господа Иисуса Христа, будем и ненаученными, и бесплодными. Но не таково учение Христово, ибо Он, наставляя учеников, наставляет и нас с вами. Он, просвещая учеников, просвещает и нас, призывая их к единению с собой, призывает и нас к единению и с ним, а через него и в нем друг со другом. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.